Друзья, всем привет. Я из Страсбурга. Хочу рассказать вам о важной истории про российский газ и о том, что такое грязный российский газ, и почему он такой, и как на это нервно реагирует Россия. А вы подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Нас уже 347 тысяч. 350 не за горами, а дальше будем идти вперед. Итак, вы знаете, что вчера я опубликовал письменное обращение более чем 20 делегатов БАСЭ, среди них делегаты от Великобритании, Польши, Литвы, Азербайджана, Украины, о том, что необходимо не допустить запуск Северного потока-2, о том, что России нужно обязательно сокращать выбросы метана и так далее. О чем идет речь? Дело в том, что российский газ, он грязный, не только потому, что на деньги от российского газа финансируется война против Украины, Сирии, Грузии, других стран, не только терроризм, взрывы в Чехии, убийства в Великобритании, не только, собственно, отравление российских оппозиционеров, а еще и потому, что он грязный, загрязняет окружающую среду. Россия наибольшая в мире дает больше всего выбросов метана в мире, 20% мировых выбросов метана — это Россия. И связано это, в первую очередь, добычей и транспортировкой газа. Поэтому, действительно, российский газ, он несет угрозу всему миру со всех точек зрения. И для европейцев, для которых тема экология супер важна, вы знаете это прекрасно, можно сказать, что это такой европейский фетиш, нужно эту тему поднимать и использовать этот аргумент. Что я и начал делать, и вот вчера активно эту тему тут продвигал. И реакция России последовала незамедлительно, очень нервная и бурная. Спустили с цепи Скобееву, и вчера она в своих 60 минутах об этом всем рассказывала, говорила о том, значит, что я в такой футболке «less Russian gas» их раздавал коллегам и сфотографировался. Она начала говорить, что мне хватает первой буквы «bet», не «less», а «bless», то есть как бы не меньше российского газа, а благослови российский газ. Ну еще послушайте, что она говорит. Ну и в эти минуты, в пассе, настоящий украинский скандал, Киев требует, чтобы Будапешт разорвал контракт с официальной Москвой. Только что в Кулаарах появился Алексей Гончаренко в кофте с надписью «меньше российского газа» на английском языке. Примечательно, что если добавить одну букву «b» английскую, фраза будет читаться как «благослови российский газ». Наверное, именно это имел в виду Гончаренко, но в последний момент испугался. Вот скатилось до дурацких шуточек, а больше таскать нечего. Где лишняя буква, мы знаем. Это для вас в слове «crime» лишняя буква, а последняя «эй». То есть это просто «crime», преступление, которое вы совершили. Вот это у вас должно быть в голове, и вы татуированы на ваших лбах. А тут шуточки не пройдут, и мы эту тему будем поднимать, хотя и видим, что попали в точку, как нервно вы на это реагируете. И я продолжу эту работу, продолжу информирование европейских коллег, и не только здесь, в Пассе, потому что эта тема действительно важна. Россия мало, так мало того, что Россия сегодня уже огромные выбросы метана производит, а метан почти в 100 раз больше дает парникового эффекта, чем СО2. Так Россия еще и увеличивает постоянно. То есть, например, в прошлом году на 40% от российских трубопроводов выросли выбросы метана, при том, что сама транспортировка газа упала. В общем, нужно давить на Россию в этом вопросе максимально, друзья, что мы и будем делать. Друзья, держим строй, а подполковник, узкобей, равнение направо и в сумасшедший дом.